В Дендрологическом парке Южные культуры в Адлерском районе Сочи заканчиваются ремонтные работы. Для наблюдения за ходом ремонта был сформирован так называемый Попечительский совет, в который вошли порядка 30 экспертов в области юриспруденции, архитектуры и дендрологии. Члены Попечительского совета провели уже три инспекции, в ходе которых были выявлены серьезные нарушения. По мнению председателя градостроительного совета города-курорта Сочи Ольги Козинской, которая одновременно возглавляет Попечительский совет, самая серьезная проблема дендропарка – заболоченность. Мы сейчас в нижней зоне парка, в одном из самых красивых его уголков. Это поляна японских кленов. Вода просто перестала уходить с этой территории. Она очень сильно заболочена, и вопрос решения дренажной системы – он самый злободневный. Нарушением является также то, что грязная вода из прудов парка, которые не имеют очистных сооружений, поступает через каналы прямо в море на Эмеретинские пляжи. За этой башней пруд, в нем находится самый большой объем воды загрязненной и всех стоков, которые много лет здесь собирались. По условиям тендера работы, все работы по парку должны завершиться 31 мая. Но вот мы видим, что проблемы даже с одним прудом пока еще не преодолены, а другой пруд еще не начинали чистить. То есть к началу курортного сезона, конечно, работы не будут закончены. Кроме того, в парке роются траншеи под электрические кабели для светильников, и тем самым подрываются корни редких растений. И все это вопреки мнению попечительского совета о том, что искусственное освещение дендропарка в ночное время не нужно, поскольку нарушит биоритм и экосистемы природного заповедника. Дендрологический парк южной культуры существует в Сочи уже более 100 лет и является особо охраняемой природной территорией федерального значения с 1996 года. Превращение природного заповедника в парк развлечений, по мнению членов попечительского совета, недопустимо. Продолжение следует...